По всей России поднимается волна недовольства кремлевским режимом, который довел ситуацию в стране до полной разрухи. Еще немного и разразятся массовые бунты. Одни жалуются на коллапс в сфере ЖКХ, другие на отсутствие зарплат, у третьих нет воды. К примеру, жители Семилук Воронежской области бьют тревогу, что их дома не готовятся к зиме и пребывают в ужасном состоянии. К вам вынуждены обратиться жители города Воронеж и города Семилук. В наших городах наступил коллапс в сфере ЖКХ. Многоквартирные дома не обслуживаются, коммунальные ресурсы не поставляются, а в случае поставки не соответствуют требованиям безопасности. Наши дома разваливаются и требуют капитального ремонта. Почти на всех домах сроки ремонта были перенесены на 10 лет, но состояние домов катастрофическое. Представители власти самоустраняются от проблем. Поэтому наши котельные до сих пор не начали подготовку к зиме. Начиная с осени весь наш город останется без тепла, а правительство региона только делает видимость попыток назначить главу города. Мы находимся на грани серьезной коммунальной катастрофы. По многоквартирным домам не ведется никакая работа по подготовке к зимнему периоду. Это создает реальную угрозу жизни и здоровью жителей. В результате отсутствия отопления в зимний период жители этих домов могут столкнуться с крайне тяжелыми условиями жизни. Прошедшую зиму все новости отрубили о замерзающих людях в Московской области. В этом году все будут писать о замерзших людях в Воронежской области. А вот в Севастополе жалуются, что пособники московского режима устроили массовое кидалово строителей на деньги. Мы, севастопольцы, и наша бригада, и 40 человек полностью качественно и в срок выполняла работу по устройству монолитных конструкций для общежитий. Однако выполненные работы уже почти как три месяца не оплачены. Перед нами долг составляет более 5 миллионов рублей. Из-за задолженности, возникшей на главной федеральной стройке, рабочим нечем кормить свои семьи. Пропала надежда на справедливость. Наши записи на прием к ректору СВУ и его ответственным лицам проигнорированы. После публикации в черном списке Севастополя наша проблема не решена. Никто из правоохранителей внимания на эту проблему не обратил. Мы уверены, что плата за выполненные наши работы до нас не дошла. Я сел в карманах таких лиц, руководящих этой скандальной стройкой, в лице Белова Алексея Леонидовича и Седукова Александра Вадимовича. Непонятно, зачем по наехавшим россиянам деньги, ведь, к примеру, местные пенсионеры говорят, что повышать пенсии больше не надо, а то снова цены вырастут. Не понимаю, для чего они поднимают пенсию, мне просто интересно. Дорожает все перед подъемом пенсии и после подъема пенсии. Уже пускай бы была пенсия, как и была, да, чтобы не дорожало все в магазинах и везде. А вот в Ставропольском крае московский режим довел до того, что воды нет две недели, но обещают ее дать до 2025 года. А пока что привозят мутную жижу, непригодную для питья. Мы, жители поселка Водного Апанасевковского района, обращаемся к вам за помощью. Это уже крик о помощи. У нас нет воды больше недели, даже две недели. Ее нет совсем, ни пить, ни животным. Привозят, наша администрация, 50 литров. Этих 50 литров нам хватает. Да на что ее должно хватить? Мы должны поужинать, позавтракать, пообедать. Не берем в счет стирку, вещи. Нам когда купаться надо, жить надо. Помогите нам, пожалуйста. К вам, жители поселка Хлебный Апанасенковского района Ставропольского края. У нас в кранах нет воды две недели. И это проблема не только наша. Но в основном обесточено все Апанасенковье. В кранах нет воды, вода не течет. Обращались в водоканал. Нам ответ. Все устарело, нет финансирования. Есть подвоз такой, питьевой воды. Но она очень мутная, она грязная и она воняет горкой. Есть техническая, но техническая вода. И дают его всего по 200 литров. А питьевой по 50. И это очень мало. А техническая не хватает даже для управки хозяйства. И вода в колодцах закончилась уже. Ее негде просто взять. Как нам выживать при этом? Что нам делать, скажите, пожалуйста. Подошли, воды нет. Понятно, что ее нет. И во всем крае у нас нет воды. Потому что вот такая у нас критичная обстановка сложилась, к сожалению. Люди нас понимали и слышали, это вот та наша работа, которая сегодня необходима. Ну и второе направление, опять-таки, из этой бегежи, то что наше хамское отношение. Когда руководитель отделения водоканала отправляет людей мыться в куму, хамиться. Тем временем, якутов жгут массовые пожары, и огромная группа пожарников оказалась отрезанной огнем. Однако подчиненное московскому режиму так называемое местное правительство отказалось их спасать и сказала, что если у них есть ноги, то пусть убегают. В результате якутские пожарники были пущены в утиль, что прокремлевский режим сейчас скрывает и пытается замять. Сейчас получается следующее, что мы больше никого не эвакуируем, так? Остались только бойцы, так? Глава села обзвонился сейчас 15 минут назад. Он говорит, нужно уже вывозить работников МЧС, которые находятся там. С их стороны идет большой верховой пожар, по сообщению, которое ему сообщили главе поселения. Их нужно вывозить. Их же там не привязали к этим деревьям. Они же, наверное, пусть бегут тогда. По нашим данным, по нашим данным, к службам МЧС они отошли уже. А пока Якутия горит, Бурятия тонет. Автомобили спасают необычные тракторные эвакуаторы. Бурятия тонет, Бурятия тонет. Тем временем по всей России продолжают рушиться мосты. Еду к маме, вот свадьба. Сломался мост, упала невеста, упала вся свадьба. Упали все. Дети упали. Вот сейчас мокрые все. Кто упал с моста, сколько человек в группу скидываю. Блэкауты потихоньку добрались и до Подмосковья. На ТЭЦ-27 в Мытищах произошла нештатная ситуация. В результате, без света осталось большое количество жителей в Москве и области. Возмущенный московский режим, базирующийся в Москве, и который довел до такой разрухи, потребовал немедленно наладить электричество. А на Лимане, на юго-западе Черноморского района, в оккупированной Оленовке, произошел массовый мор рыбы. Там подозревают, что московский режим что-то скрывает. На Лимане какое-то ЧП случилось. Очень много топлой рыбки. И сразу крабиков полно. То ли какой-то выброс, то ли я не знаю чего, но весь берег в рыбе. Тем временем погода продолжает кошмарить всех россиян. И как всегда, хорошо досталось Краснодарскому краю. На регион обрушился мощный ураган и сильный ливень, из-за чего весь город утонул. Выставить. Ваня, Ваня, надо выставить. Давай, Семенович. Антидождь. Иван, антидождь. Майдермен. Хорош, пошел. Готов. Ну что ж, без пара. Дай ключи моих. Дай, начну свои. Давай все отгоним. Дай ключи моих. Автобус поехал. Плывет дали. Автобус выпал. Автобус смог выпалить. По номера полностью был запомнил. Вообще жесть просто. Хотел проехать, поднял тачку, а там вода, смотрю, под землю уходит. О, я хорошо, что не поехал туда. Новогинская река. Как же нам ее перейти? Ну, только вот так. Ох, течение. Кабы не унесло. Перебрались на другой берег, на Водинской реке. Склон. Возле девятой школы заезд на бытку. Новая речка. Посет σε на моем. Натальше. Возле девятой школы заезд. На самом деле, если вы дад startup. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Подписывайтесь на канал, жмякайте колокольчик. Обязательно оставляйте комментарии. Для помощи каналу ссылки в описании.